Всем привет! Поговорим о пиве. И перед тем как начать, хотел бы вас попросить подписаться на канал и рядом с подпиской нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а сегодня у меня на обзоре пиво Kirin Ichiban. Это японский премиум лагер. Само пиво японское, но этот экземпляр нам приехал из Германии, из города Дюссельдорф. Там и варят по лицензии от Kirin Euro. Крепость этого пива 5, объем бутылочки 0,33. Стоимость его евро 29, но можно найти и подешевле. Большинство пивоварин смешивают первое и второе джинсолодов. Для Kirin Ichiban используется только первый джинсолодов. От этого и название пиво Ichiban, что переводится с японского «первый». Как заявляют производители, результат – изысканный вкус. Но мы сегодня это еще проверим. Сегодня Kirin Ichiban занимает особое место в сердцах миллионов любителей пива в Японии и по всему миру. Название торговой марки Kirin – это мифологическое существо, которое упоминается в восточных легендах. Оно выглядит немножко странно. Форма его тела напоминает форму оленя. У него один рог и копыта лошади. По легендам Kirin – рестник благоприятных событий. Символ благополучия и удачи. Возможно, и мне это пиво принесет удачу. Ну, или подписчиков хотя бы. Ну, а пока давайте его попробуем. Для лагерных сортов пива пена выглядит хорошо. Плотная, красивая, белая. Липнет до бокала. Образовалось ее не слишком много. Пиво насыщенного такого золотого цвета. Абсолютно прозрачное. И ничего больше такого особенного нет. На вид очень легкое водянистое пиво. Давайте понюхаем это пиво. Пиво пахнет обычным лагером. Пиво на запах очень легкое. Аромат очень слабый. Но чувствуется кислинка и цитрусовые нотки. И немножко еще алюминиевой банки. А так, собственно, все. Большой некий. Аромата все не чувствую. Давайте пробовать его. Вкус очень мягкий. На первый взгляд, довольно-таки неплохо. Приятный и немножко сладковат. На языке в послевкусии остается умеренная такая горечь. Умеренная, приятная. И не вызывает желание его закусить резко. Это такой лагер, в котором присутствует... В принципе, все же должно присутствовать у лагера. Это немножко сладости, немножко горечи, свежести, послевкусия. Я бы даже сказал, что в нем идеально сладко сирона. Сладость и горечь. Пиво пить приятно. Оно легкое, освежающее. В нем присутствует послевкусие. И вкус его не вызывает резкого желания закусить. Чувствуется немножко-немножко алкоголя. Но я бы сказал, что это даже плюс, а не минус. Это пиво хорошо сочетается с японской, китайской и тайской кухней. То есть мясо, рыба и морепродукты. Если честно, перед тем, как попробовать это пиво, я надеялся, что будет вкусно. Эти, как это называют, пиво в мочах. Но это оказалось не так. Пиво довольно-таки вкусное. Мне оно понравилось. В нем присутствует все то, что должно присутствовать обычным лагерным сортам пива. И ничего лишнего, ничего отвратного. Кроме того, то, что в запахе присутствует немножко аромат металла. Мне это напомнило аромат алюминиевой банки. Лично я ненавижу пить пиво с алюминиевой банки. Я всегда, когда покупаю пиво, я его переливаю вначале в бокал или в пластиковый стаканчик, а потом его пью. Потому что пить пиво с алюминиевой банки очень-очень невкусно. И чувствуешь постоянно аромат металла и грязные банки и всего такого. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся. Не забываем нажимать на колокольчик. Кому понравился мой обзор, ставим лайк. Ждем хорошее пиво. Увидимся в следующих выпусках. Пока!